Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жизнь постоянных кредитов уже почти на продолжении 10 лет. Закрываю старый кредит, открываю новый, есть небольшой постоянный источник дохода. О чем это? Зависимость. Это про личные границы, то есть про правила, про отсутствие таких правил. В какой-то степени это про финансовую грамотность, про распоряжение деньгами, про планирование денег. В какой-то степени это может быть и про значимость для вас денег, потому что в данном случае вы можете наказывать себя, например. Через. Такую, ну политику, позицию, да. Вот. И самое главное, это вот это вот чувство, что вы должны. Чувство, что вы должны. Ну, такое вот, скажем так, ну, на постоянной основе, да, чувство, что вы должны, ощущение, что вы должны. Оно, с одной стороны, может, может, проистекать из заниженной самооценки, вот. То есть, ну, вот, по причине того, да, что вы чувствуете себя хуже, там, хуже кого-то, хуже, хуже других, например. С одной стороны. А с другой стороны, это вам совершенно спокойно может что-то давать. То есть, вам это может вот именно что-то дать, вам это может, вам это может быть чем-то полезным и чем-то выгодным. Например, когда вы знаете, допустим, что вы что-то кому-то должны, вот. И вы тут точно знаете, что будете, как бы, делать для этого. Есть некая определенность. Вот. Ну, а когда, соответственно, вы не должны никому ничего, да, например, то, соответственно, вы можете испытывать тревожность, потому что себе не доверяете. Вот. Дальше, значит, что такое вообще вот, ну, в данном случае, кредит или кредиты. Вы что-то получаете, на что у вас не хватает денег. То есть, вы не заработали, но это вы хотите. Вот. Это вот в какой-то степени и есть то, что называется детская позиция. Детская или инфантильная. Я сейчас это говорю не в том смысле, чтобы вас обвинять или там что-то такое. Я это говорю именно просто вот с целью продемонстрировать вам, как это может работать. То есть, у вас нет, в данном случае, такого вот, такой, ну, позиции или такого понимания, что вот я не могу. Ну, например, да, я не могу, там, допустим, не могу, вот это себе позволить. Вот. И на этом вы, условно говоря, не успокаиваете, да? То есть, вы понимаете, что не можете себе это позволить все равно. Ну, как бы, старайтесь себе, как бы, это заполучить. Ну, вот. Почему так происходит? Почему так происходит? Почему так происходит? Каким образом вот так, ну, может происходить? Хороший вопрос, правда? Стив для вас, возможно, имеет, а именно, значение. То, что вы например получаете опыту. То есть, если вот для вас имеет значение то, что вы получаете и как бы вот значение имеет вероятно, так скажем, достаточно среди, вот, то вы будете ради этого брать, конечно же, кредит, вот, поэтому здесь нужно понять, каково значение для вас вот того, на что вы берете кредит, вот, и не по, ну, как бы, не преувеличиваете ли вы значимость этого для, допустим, себя, да, то есть, как бы, ну, вот, то есть, не значит ли вот для вас, там, например, вот это, покупка, да, что-то, ну, больше, вот, чем, допустим, она, ну, могла, могла бы, значит, вот это очень важно понять и очень важно это разобрать, вот, потому что именно вот по этой причине, да, такого вот, ну, я бы сказал несколько, вот, может быть, безсознательного поведения, так скажем, вы вот постоянно находитесь вот в таком положении, когда вам нужно вот снова и снова платить, значит, кредит и жить в долг, вот, вот, то есть, я не думаю, что это прям вот, ну, случайность в данном случае, вот, и, как мне кажется, вы тоже, вот, тоже понимаете, ну, вы тоже, как бы, понимаете, что это не случайность, ну, может ли это быть зависимостью, да, может, конечно, может это быть зависимостью, например, если, там, речь идет про, ну, вот, про что-то, да, допустим, вот, что вы получаете про что-то, что вы себе покупаете, например, ну, вот, если речь идет об этом, то, да, это может быть зависимость, конечно, конечно же, вот, ну, это нужно еще поисследовать, да, то есть, как бы, это нужно еще посмотреть, зависимость ли это, вот, потому что, сейчас это, вот, ну, как бы, больше на уровне предположений, как мне кажется, по крайней мере, вот, а, и, вот, что еще, наверное, наверное, нужно сказать, это то, что вы, вот, как-то больше пытаетесь, пытаетесь предать какую-то форму тому, что с вами происходит, вы пытаетесь предать именно какую-то форму, ну, не нацелены, как мне показалось, по крайней мере, на изменения этого. Изменения ведь касаются не только того, чтобы вы перестали жить в кредит, изменения могут ведь касаться и других вещей, например, вашей жизни в целом, например, вашей такой, ну, можно сказать, глобальной жизненной стратегии и так далее. Это может касаться и того, как вы живете в целом, того, как вы устраиваете отношения с людьми, с другими людьми и так далее. То есть, у многих, у многих достаточно факторов это может касаться, вот. То есть, поскольку, например, ну, кредитная история, это очень часто про компенсацию, чего бы то ни было, вот, то, ну, не понятно, что вы пытаетесь, эм, компенсировать, ну, компенсировать. Вот. И, соответственно, постараться это уравнять. Вот. И тогда, я думаю, у вас будет, эээ, шанс, эээ, ну, как бы, вот, изменить, эээ, что такое, в своей жизни. Вот. Какой-то, эээ, какой-то такой ответ я могу вам, эээ, сейчас, по крайней мере, предоставить. Вот, я надеюсь, что, эээ, вам это было, эээ, как минимум, эээ, полезно, да? Как минимум, интересное, вот. Надеюсь, что, эээ, пищу для размышлений, пищу для размышлений, эээ, я вам какую-никакую даю, вот. Дальше, эээ, решать уже, эээ, вам. Вот. Ну, конечно, имеет смысл обратиться, эээ, как бы, к психологу, да, пойти на психотерапию. Вот, это, эээ, было бы самым лучшим способом вам помочь и решить ваши проблемы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, не позволит вам начать работу над собой и сделать первые шаги. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.